До картошки люди ели тыкву. Сырой, вареной, жареной, соленой. Тыква была одним из основных источников витаминов и минеральных веществ. А потом ее незаслуженно забыли. Но тыква реабилитировалась. Стараниями селекционеров она стала слаще и меньше. Тыква – это самая большая ягода в мире. Вот этот гигант, например, весит 90 килограммов. Но современный мир диктует свои условия. Людям все больше нравятся маленькие тыквы. Вот, например, этот сорт был выведен специально для детей. Он так и называется – бэби-бо. Эту тыковку нужно просто запечь, а потом ребенок выедает мякоть ложкой. Сейчас тыкву модно грызть, как яблоко. Новые сорта поражают разнообразие. Со вкусом банана, дыни, ореха. Да, вкусный. Вот, да. Что напоминает? Тыкву напоминает. Облепиха с тыквой. Она натуральная, но чудесная. Позаботились селекционеры и о кулинарах. Хит этого года – тыква-картошка. Она, когда его пекут, она по вкусу как картошка. И его очень хороша для заполнения. Его перережут пополовиночками, открывают, получается, две блюдочки. Тыквы вынимают семечки и заполняют мясом и его пекут. Но самое полезное в тыкве – это семечки и кожура. Садоводы делятся секретом. Оказывается, кожура тыквы – это чистейший кальций. И она вполне может заменить дорогие лекарства. Рецепт прост. Кожуру тыквы надо высушить и разложить по закрытым банкам. А потом, по мере надобности, перемалывать в порошок и принимать по чайной ложке в день. И, как говорится, зубы и кости вам будут благодарны. Оболочку выбрасывают. Но она содержит как раз те вещества, которые необходимы человеку для того, чтобы он мог хорошо двигаться. То есть, чтобы его хрящи были всегда в рабочем состоянии. Гладкие, смазанные. Я насушила дома, да, кожуру. Используете? Очень редко. Почему? Лень мешает. А еще тыква поглощает негативное излучение. Ученые рекомендуют ставить декоративные плоды возле компьютеров и мобильных телефонов. Они и излучение уменьшают, и глаз радуют. Мне тыква на вкус как-то не очень. Но так она очень красивая. Тут на выставке есть такие тыквы с такими всякими пупырышками, которые похожи на лебедей. В музее природы представлены 80 сортов тыкв. Многие из них можно попробовать. Выставка продлится две недели. С Кирмой Табачёта, Лаурис Каркленч, телекомпания ТВ5. В будущее воскресенье в Латвии произойдет то, от чего недавно отказалась Россия. Наша страна перейдет на зимнее время.